Вельминский Иван Андреевич 8 августа 1923 года Многодетной семье в селе Калпино Старосиндровского района Мордовской АССР В семье он был старшим ребенком А всего в семье было пятеро детей Его родители Андрей Ильич и Наталья Николаевна Уроженцы Краснослободского уезда Были простыми крестьянами Так как Иван Андреевич был старшим ребенком в семье На его плечи легли все театры крестьянской жизни Иван Андреевич окончил 4 класса Освоил ремесло столяра, плотника И параллельно занимался строительством Вступил в комсомол и в 18 лет уехал на стройку Город Куйбышев, ныне Самара Оттуда же в марте 1942 года был призван в ряды Красной Армии И был направлен в 43-й запасной стрелковый полк В мае принял присягу В действующую армию он попал в самый разгар Сталинградской битвы 19 ноября 1942 года Красная Армия начала крупное контрнаступление под Сталинградом В результате боев за 5 дней удалось окружить 6-ю армию генерала Паулюса 12 декабря немецкое командование совершило попытку порыва кольца под Сталинградом Но оно потерпело неудачу Чтобы отметить всех бойцов за героизм Была создана медаль за оборону Сталинграда Которой было награждено более 750 тысяч человек Среди них был и мой прадед Вильмискин Иван Андреевич Это была его первая награда 1943 год стал переломным в Великой Отечественной войне Летом 1943 года немцы потерпели сокрушительное поражение Под Курской дугой Во время разгрома Ахмерской группировки немцев Вильмискин Иван Андреевич удостоился медали за отвагу Вот отрывок из документа Сейчас я вам его зачитаю Вильмискина посла командование Инженерную разведку с передовым отрядом Прочищать путь пехоте и танкам от мин противника В районе Пяткино под огнем противника Обезвредил 15 противотанковых мин И сделал проход для наших танков Что дало возможность нанести удар подступающему противнику В сентябре 1943 года в севернее города Черкасса Красноармеец Вильмискин Иван Андреевич Одним из первых форсировал реку Днепр 1944 год стал освободительным И территория Советского Союза Была полностью очищена от немецких захватчиков Одной из крупных наступательных операций 1944 года было освобождение Белоруссии Под подробным названием Багратион Орден Красной Звезды Мой прадед Ильмискин Иван Андреевич Заслужил на начальном этапе белорусской операции 23 по 27 июня 1944 года В августе 1944 года Вильмискин Иван Андреевич Получил очередную награду Орден Отечественной войны второй степени Это произошло при обороне города Тукумс Победу мой прадед встретил Свобождая Чехословакию Закончил войну на Дальнем Востоке В сентябре 1945 года Когда была разгромлена Япония Уводим запас По окончании срока службы 6 марта 1947 года После войны работал в колхозе В селе Калпино Был столяром, плотником, трактористом И было много других дел Вырастил и воспитав шестерых детей Умер 16 апреля 1976 года Похоронен на сельском кладбище В селе Калпино Время неумолимо отодвигает события Великой Отечественной войны Вглубь истории Оно безжалостно удаляет из жизни Участников этих событий А у посидевших, постаревших, но еще живых Ветеранов вытесняет из памяти Воспоминания о войне Но время не властно на стремление Живущих людей Сохранить сведения о прошлом Мне очень жаль, что я сам не имею возможности Расспросить прадеда о его фронтовых буднях А узнать о его подвигах Можно только благодаря бережному хранению армейских документов Мы все должны гордиться нашими предками Которые спасли мир от фашистского иго Отстояли независимость нашей Родины Мы обязаны помнить, какой ценой досталась победа И чтить их память Вечная слава героям! Субтитры подогнал «Симон»